Километры пыльных дорог и горных троп пробираться приходится вглубь леса. Даже туристы в этих местах редкость. Но 76 лет назад в районе Горячего Ключа развернулась линия фронта. Советские бойцы, отступив от Краснодара, держали оборону в предгорьях Кавказа. Сейчас на этих маршрутах можно встретить памятники, посвященные Великой Отечественной войне. Правда, о многих из них мало кто знает. Половина из тех памятников, которые включены в проект, Это памятник, который действительно находится в труднодоступных местах. Вот в этом году мы нашли памятник партизанскому отряду Пашковский, который не был отмечен ни на одной карте, который не состоит на учете в Управлении по сохранению культурного наследия. И вот задача узнать, когда этот памятник установлен был установлен. История отряда. Вот сейчас мы знаем, что этот отряд был расстрелян, что был предатель. Волонтеры движения «Дорога героев» в прямом смысле очищают от забвения монументы, установленные в честь тех трагических событий нашей страны. Добровольцы приводят в порядок обнаруженные памятники по всему краю. Таких мест уже больше сотни. Проект, который три года назад задумывался исключительно как туристический, перерос в нечто большее. Возможность погрузиться в историю и на себе ощутить хотя бы малую долю того, что в этих лесах и горах чувствовали наши земляки, защищая родину. Очень живописная природа, и не зря наши предки сражались за эти территории. Это великая память, которую мы должны всегда хранить в своих сердцах. Чтобы попасть в группу и отправиться «Дорогой героев», достаточно оставить заявку на сайте движения. Только с начала года таких добровольцев набралось порядка 800 человек. Это, пожалуй, самый убедительный ответ тем, кто считает, что историю подвига советского народа можно переписать. Кубань во время Великой Отечественной войны потеряла более полумиллиона человек. Очень важно помнить о тех трагических событиях, обратился сегодня к членам Оргкомитета Победы Вениамин Кондратьев. В крае уже начали подготовку к 75-летию со дня Победы. В 2020 год президент России Владимир Владимирович объявил годом памяти и славы. Потому что на самом деле юбилейный год. И обратный отсчет, я считаю, мы дали подготовки уже с 22 июня. Со дня памяти и скорби, потому что я считаю, мы должны максимально подготовиться качественно к этим мероприятиям. Поскольку это на самом деле должно быть такое грандиозное событие, но в первую очередь зависит от нас, сколько мы сможем к нему подготовиться. Говорили и о преемственности поколения, о том, что нужно сохранить правду о священной для нас войне. Помогают в этом поисковые отряды. Добровольцы продолжают находить останки бойцов, погибших на Кубанской земле. И дело не только в том, чтобы предать тела героев земле. Участники походов по крупицам восстанавливают неизвестные ранние истории подвигов Великой Отечественной войны. Только что завершилась межрегиональная поисковая экспедиция «Битва за Кавказ», которая проходила в Славянском районе в конце июля. В ней принимало участие 100 поисковиков из всех районов Краснодарского края, из шести регионов России. И вот за несколько дней работы на территории Темрюкского, Крымского и Славянского района были найдены 17 солдат и обследовано место падения штурмовика Ил-2. В свете участившихся попыток переписать историю следует уделить серьезное внимание просветительской работе и информационной поддержке, отметил губернатор. Тем более, что в крае есть огромная интерактивная площадка для этого. В музее «Россия. Моя история» наглядно и, что самое главное, для молодежи интересно рассказывают о фактах того времени. С помощью сенсорных экранов, световых боксов и мультимедийных экспозиций можно погрузиться в события прошлого. В ползала, который сейчас принадлежит истории Краснодарского края, будет создана экспозиция мультимедийная именно по героям, по путям победы, по всему Краснодарскому краю, только Краснодарского края касается, по Великой Отечественной войне. Школьные музеи тоже, которые... Они не просто должны быть школьными музеями, потому что они должны быть. Они должны быть со школьниками. То есть алгоритм посещения, постоянного посещения, должен быть в каждой школе проработан, как и исторического музея «Россия. Моя история» тоже должен быть проработан, чтобы суда до вечера там находилась молодежь. Со всех районов туда нужно везти эту молодежь. Школьника везти для начала. Но, пожалуй, достоверней всего о событиях ушедших лет расскажут только ветераны. Те, кто лично видел и пережил ужасы Великой Отечественной войны. К сожалению, непосредственных участников тех событий с каждым месяцем становится все меньше. Самым младшим из фронтовиков сейчас 92 года. Государство обязано заботиться о них не только в канун майских праздников, обратил внимание Вениамин Кондратьев. В текущем году 104 ветерана в Краснодарском крае получат новое жилье. Ветеран, настоящий ветеран, который на самом деле воевал даже в раннем возрасте. Они все в раннем возрасте воевали. Дай Бог им здоровья. Но максимальное внимание, особенно с точки зрения жилищно-бытовых условий. Коллеги, вот здесь не смотрим ни на что. Попал в списки, не попал в списки. Обязанность на нас лежит. Сделать все, чтобы он жил долго, на самом деле в комфортных условиях. Сегодня на Кубани осталось 2604 фронтовиков Великой Отечественной войны. И мирным небом над головой мы обязаны каждому из них.